Сегодня рассказ пойдет о двух книжках. Одна из них называется «Арифметика», другая называется «Арифметика-2». И, разумеется, за одно занятие невозможно рассказать обе эти книжки. Они довольно глубоко рассказывают о школьном курсе арифметики, и не только школьном. То есть «Арифметика-2» допудет до уравнения Беля, в «Арифметике-1» есть «Малая теорема-херма», огромная совершенно статья. Сегодня я расскажу маленький фрагментик из этих книжек, а именно утверждение, которое называется «Основная теорема арифметики». Основная не в том смысле, что кроме нее ничего не надо знать, а в том смысле, что с нее все начинается. Когда вы учитесь в 4-5 классе, то вам говорят «разложи число на множители». Ну, например, 120 – это 2 умножить на 60, это 2 умножить на 2 умножить на 30, это 2 на 2 на 15, это 2 на 2 на 25. Разложу. Дальше не разлагаю. Дальше вам говорят «любое число одним-единственным образом разлагается на простые множители». Ну, а интересный вопрос. Почему? Вдруг я сделал бы так. 3 умножить на 40, 3 умножить на 5 умножить на 8. Да, здесь у меня что-то видно, что еще как-то другим. Совсем другим образом взять какое-то огромное число. Оказывается, любое натуральное число единственным с точностью до порядка множителей образа. Вот здесь, знаете, множители оказались переставлены, да, тройка и пятерка. Но, на технике, единственный с точностью до порядка множителей образа представима в виде произведения простых чисел. Что такое простое число, наверное, все знают. Единица простая? Нет. Нет. Единица непростая. Простым называется число, у которого ровно 2 направленных делителя. А именно, единица и само это простое число. То есть, числа бывают такие. Единица. Простые числа. То есть, двойка, тройка, пятерка, семерка и так далее. И составные числа. Это произведение нескольких простых чисел. Например, дважды два, мы не знаем, четыре. Дважды три, шесть. И так далее. Творство. Утверждение о том, что любое число единственным образом представим в виде произведения простых чисел абсолютно не очевидно. Оно не следует из-за просто того, что вы говорите, что так должно быть. Нет. Это математическая теорема. Именно доказательству этой математической теоремы и будет освещена нашей с вами сегодняшней встрече. Оказывается, есть три по-настоящему красивых, разных доказательства этой теории. Ну, на самом деле, конечно, можно и еще по-другому доказывать. Но я, давайте так, я люблю три доказательства. И всегда своим ученикам я, собственно говоря, эти три доказательства и рассказываю. Они связаны с тремя замечательными фамилиями. Одно из них доказательства Евклида. Ну, это очень важно. Дальше. Доказательства Цермела. Неожиданно, полностью совсем недавно. Примерно сто лет назад. Чуть больше ста лет назад. И другое доказательство в клинике, в жизни между ними, это доказательство Гаусса. В отличие от доказательств Евклида и Цермела, я точно знаю вот, когда она была опубликована. Книга была в 1801 году. Замечательный труд Гаусса. Между прочим, и по сей день его можно читать. И интересующимся теорией чисел, я очень даже советую хотя бы несколько первых страниц почитать. Потому что Гаусс писал ясно, четко. Наверняка вы не дочитаете книжку до конца. Потому что он хоть и 200 лет назад писал, но там до довольно серьезных результатов он довел свою книгу. Но первые несколько параграфов очень полезно почитать. Так вот, эти три доказательства я сегодня перестал. Любое натуральное число или равно единице. или простое, или является произведением нескольких простых. Несколько простых чисел. Так вот, эта лемма нужна всем троим и в Крейду и Гауссу и Цермену. И поскольку она очень простая, во всех трех способах изложения этой теоремы она доказывается одинаково. Да? Простите, а вы не могли бы объяснить, что такое лемма? Лемма, да, это утверждение, которое используется для доказательств другой теоремы. То есть, когда вас интересует какой-то... Вот сегодня меня интересует основная теорема арифметики. Но если я буду просто рассказывать, я боюсь, что вы запутаетесь, и вот я начну говорить, 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 а вы к середине разговора забудете, о чем я говорил. Тогда кусочек этого доказательства вычленяется и объявляется отдельным, самостоятельным фактом. Вот основная теорема арифметики гласит, что любое натуральное число это или единица, или простое, или составное, причем разложение на простые, однозначно с точностью до порядка множителей. Так вот, я сейчас взял вот эту вот самую трудную часть и убрал, и не говорю слова однозначно, а говорю просто любое число, или единица, или простое, или являетесь произведением. Согласитесь, что это гораздо легче, чем вся теорема, и здесь мне никакое доказательство противного не понадобится, здесь все будет легко. Но когда я это докажу, уже станет понятнее, что делать дальше. Договорились? Хорошо. Так вот, на самом деле, доказательство очень простое, это ремни. Слушайте, мы говорим, бери и разлагай. Если мне дают какое-то нуральное число, то в случае, когда оно не разлагается на множителе, я просто ничего не должен делать и объявляю, что это и есть простое число. Ну, или единица, если оно совсем маленькое, если оно и есть. Или же, если оно больше единицы, но не разлагается на множителе, то оно простое. И это все время предусмотрено. Если же мне дали число, которое разлагается на множителе, то ситуация такая. Некоторое число n представилось в виде произведения двух множителей. n и k. При этом m меньше, чем n, k меньше, чем n, но, естественно, оба числа больше единицы. Так вот, я говорю, что числа m и k меньше, чем n, поэтому я с ними могу поступить так же по этой самой лестнице. Либо они простые, либо они разлагаются. В общем, в лесу раздавался табор древосек. Помните это стихотворение, да? Не помните, но... Не смотри. Да, да, действительно. То есть, стишки, которые вы читаете, отличаются от тех, что я читал детки. Когда я был маленьким, такой стишок был. В общем, спросите у родителей, что такое в лесу раздавался табор древосека, и они вам объяснят. А если не хотите спрашивать родителей, тогда... Слушайте, что у меня сегодня было, ребят? Извините, не могу удержаться. Сегодня я на кружке для маленьких спросил по мотивам лекции прошлой астрономической, которая была на прошлой неделе. Скажите, под каким углом видна луна? Ну, я ожидал какого ответа? Два градуса, три градуса, пять градусов. И хотел их поразить тем, что на самом деле половина градуса. Да? Что я слышу? Тридцать градусов? Говорит чуть не половина народа. Двадцать градусов, пятьдесят градусов. Сначала я подумал, что издеваются. Знаете, сначала я подумал, что просто ребята, так сказать, хотят показать, какие они шустрые, как они шутикнеют. Потом, когда таких... Нет. А когда таких ответов стало совсем много, и я вдруг увидел, что настоящего ответа нет ни одного, то есть ничего близкого к градусу нет вообще. И когда я им долго объяснял, что такое градус, они все равно говорили, что тридцать градусов. Минтон, это до меня дошло к ужас ситуации. Дело в том, что эти молодые люди... А это второй, тридцать, четвертый, пятый класс. Они же луну видят только по телевизору. Чего-чего. На звездное небо они не смотрят. Спокойной ночи, малыши, бай-бай. Вот, до луну они не смотрят. А вечером, когда они бегут из школы домой, да какая-то луна. Да и в Москве небо чаще всего тучами затянуто. Они в принципе ни разу не видели луну на небе. А теперь вопрос, откуда взялись тридцать градусов? Я тоже понял. Они луну видят на телевизор. А теперь давайте считать. У нас есть телевизор. Когда луну показывают... Ну что, собаку мастер-билет, да? Луна, она занимает, например, половину телевизионного экрана. Школьник сидит перед экраном. Вопрос, какой у нас? Да те самые тридцать градусов. Он правду говорит. Он луну видит только, только когда прооборотни по телевизору. Да? Вой на луну, и там кто-то превращается в волка и поскакал. Вот. А если человек действительно на небе луну никогда не видел, ужас. Вот нет, ребята, вот у меня есть светильство. У меня на камеру все записано. Они, никто из них не... Вот можете просто посмотреть сами. Никто из них не знал настоящий ответ, и даже блистит к настоящему ответу. Двадцать градусов, тридцать градусов. Некоторые даже говорили сто восемьдесят. Вот. Совсем запугали ребенка. Вот. Но тем не менее. Теперь... Все. Вернемся к нашему делу. Как же строго этот факт на самом деле доказывается? Методом математической индукции. База индукции. Число один удовлетворяет ли... Потому что оно натуральное и ровный удовлетворяет. Индукционный переход. Пусть для всех чисел от единицы до n минус единицы теорема доказывает. Лемба. Лемба доказывает. То есть, любое число, меньшее n, или простое, или равно единице, или прийти несколько простых. Берем число n. Оно либо простое, и тогда все хорошо, оно подходит под требуемое, либо разлагается на множители, то есть имеет делитель. А если оно разлагается на множители, то число m и k меньше, чем n, и это означает... Что это означает? Что они, или простые, или произведения, вот, мы все их разложили, и получилось, что это произведение. Все. Одна часть рассуждения сделана.